всем всем большой привет хочу показать свои покупки из магазина fix price уже перед собой видите корзину корзина называется ротан ковальная сделана она из полипропилена очень плотный мы его называем пластик прям вот крепкие они по 99 рублей я взяла две штуки одну себе другую подруги такие корзины очень удобно для хранения каких-то больших объемных бутылок в ванной комнате мне в ней удобно хранить кондиционеры стиральные порошки и жидкие также вот концентрированные стиральные порошки все так глубоко туда прячется выглядывают только макушки от бутылок и очень удобно дальше хочу показать как всегда чай и макароны но в этот раз я себе изменила их взяла другие макаронные изделия вот от этой вот фирмы по 55 рублей цена товара я взяла рожки вот такие или улитки они называются по-другому также вторые я взяла не тут под номерами у них идут номер 9 как я понимаю это вот такая вот соломка внутри еще и дырочка надеюсь правильно ну и спагетти это уже номер пять у них это уже такие цельные макаронки спагетти вот ну и чай чай в этот раз тоже был не лизма а т.с. очередной раз беру черный чай с чабрецом и цедрой лимона он стал любимцем у меня в семье и прошлый раз я брала вот такой т.с. карамельный он понравился всей моей семье а в этот раз решила взять второй с гибискусом и клюквой аромат грейпфрута он больше похож как я понимаю будет на каркаде но хочу попробовать прошлый раз не взяла не захотела а в этот раз его в этом 20 пакетиков в прошлом предыдущем тессе 25 цена у них кажется 50 или 55 рублей так т.с. 1 55 и т.с. 2 50 вот черный 55 получается нижней 55 так дальше фикс прайсе пропали вот были раньше салфетки немножко другие по три штуки ну куда-то они пропали мне они нравились больше ну в этот раз я взяла вот такие махровые салфетка махровая 30 на 30 сантиметров три штуки это для кухни очень удобно они впитывают хорошо и стол потереть любые поверхности протирать я их именно с этой целью взяла также вы видите перед собой скатерть это скатерть очень большого размера она 99 рублей шла в таком пакетике их три варианта было называется скатерть кружевная размер 140 на 80 очень большой размер и были три варианта вот такой но тут очень много вот этого пустоты второй вариант который я взяла мне на все больше понравилось и 3 был вот такой вот более деревенские такие мотивы но в любом случае вы нам скажете все это деревенские мотивы это да но мне нужна была именно большая скатерть на весь стол для роликов потому что в темная клеенка она отвлекает от покупок от того что я показываю мне нужен был белый фон поэтому это скатерть не подходит следующее что я взяла с лета я хотела такую вещь это вот такой светильник юсби светодиодный я когда-то покупала но на одну лампочку то есть тоже юсби был ноутбуку втыкаете и одна лампочка это ни то ни сё светит в одну точку часто вот уже за последние полгода вижу многих такие светильники они бывают в разных расцветках у нас был только желтенький это их было всего два я с удовольствием взяла лампочек много светит ярко поэтому вообще здорово когда я ночами работаю и нужен просто маленький свет у компьютера чтоб не разбудить семью вариант очень хороший прямо довольно здесь показано как он работает но у кого есть ноутбуки нетбуки понимают как будет работать далее из еды не показала еще были вот такие пряники любосладово пряники фрук фрукта мини 500 грамм них идет маленькие там внутри еще начиночки они мягкие мягкие прямо вот аж крошится пряники я часто беру фикс прайс нравятся они мне они по 50 рублей шли не могла мимо пройти вот такой открытки открытка стоил 25 рублей всего она 3d идет то есть бабочка и цветочек они видите на двухсторонним наверно скотча вот такая симпатичная давайте вам покажу поближе она идет с таким чисто белым конвертом написано поздравляю мне нужны были именно такие открытки где никаких нет событий а просто поздравляю потому что события я порой придумываю сама обычно просто с хорошим настроением или ободрительное люблю что-то писать поэтому вот такая вот очень симпатичная еще была куплена открыточка следующее следующее у меня осталось практически канцелярия давайте покажу сначала блокноты эти блокноты стоили по 55 рублей называется блокнот 96 листов прованс я взяла два вида их там конечно огромное количество первый с маками обе стороны такие симпатичные интересны они тем что внутри уже многие знают девочки показывали внутри очень красивое оформление каждая страничка имеет какое-то интересное оформление странички повторяются но через большой интервал то есть вот есть и лево башня и повторится только страниц через 10-15 вот видите она повторяется очень много классно вообще очень хороший блокнот хотела в этот раз взяла и 2 вот такой тоже прованс 96 листов мягкая обложка она прямо мягенькая а print внутри такой же внутри они одинаковые вот такие два симпатяги взяла еще два ежедневника у меня ежедневниками пользуются практически все подруги поэтому один возможно оставлю себе второй наверно подарю они стоили по 77 рублей у них тоже гибкая обложка но очень-очень приятный как картина ощущение что это холст сама обложка ну и тут уже вот по такому типу идет как в пример титульный лист инструкция видите написано даже инструкция как нужно вести завтрак не запланируете можете его случайно пропустить ну и тут уже мотивация на весь день внизу мое настроение хэштеги этого дня и фраза дня фраза дня мне очень понравилось но здесь можно какие-то записки писать для себя вот такая красота и еще один внутри уже показывать буду он точно такой же также 77 рублей страниц в нем ежедневник еженедельник ассорти называется 128 листов толстенький и вот такой вообще очень позитивные красивые следующие что я взяла это были разные карандашики давайте покажу первый выкручивающиеся двухсторонние восковые карандаши 5 штук 10 цветов это для раскрасок взяла решила попробовать очень хотелось именно восковые давно хотела мне посоветовал кто-то из подписчиков когда я сказала что у некоторых раскрасок очень тонкие листочки мне сказали попробую восковыми карандашиками тоненькие когда рисовать давайте посмотрим вот они такие симпатичные наверно мы здесь их используем чуть не сломала надо выкручивать а я видите выкручивается на этом то он не больно рисует бледненько совсем сейчас попробуем еще с вами на чеки а вот на чеки лучше вот так давайте попробуем с этой стороны выкрутить вот так бледненько они рисуют давайте вот этот попробуем видите выкручивается схожи ребенку рисовать нормально для раскрасок мне кажется не подойдет прям такие совсем пастельные тона светлые а потому что ничего будет попробую бледновато это уж совсем вот темный как бы считается такой получается ярко-голубой и вот такой голубой ну в общем я вам не показала только желтый с оранжевым но я думаю примерно будет так же так какой то у меня тут выпал выпал оранжевый видите выпал и прямо убежал на пол так что еще они такие хлипки если маленькому ребенку то получается очень может быть что они оттуда будут просто выпадать и будут теряться поэтому смотрите сами качество не очень на мой взгляд качество не очень потому что оранжевый у меня уже лежит на полу грифель следующее что я взяла это набор цветных двухсторонних карандашей 12 штук и 24 цвета давайте тоже посмотрим как они выглядят я всех рисовать тоже не буду уже посмотрим как они хотя бы выглядят красиво позитивно нарисован вот сам дизайн видите карандаш можно вертеть и как раз малиновый цвет и вот такой желтый оранжевый с другой стороны то есть какой раз украшен каким нарисована такой голубоватый и зеленый давайте парочку я тоже попробую вам подчеркать хотя бы сравним коричневый очень тоненько рисует зелененький но идентично вот только восковые толстые писали а это так совсем бледненько тоже слабенькие карандашки для раскрасок стараться то можно вот так неплохие за 50 рублей неплохие так что как он давайте за деньги красненький но эти хотя бы не выбегают и не убегают вот так получше и последнее что я взяла но я их уже на не буду открывать вот такой набор здесь уже идут радужные карандаши надеюсь вам видно что каждый карандашик он имеет несколько цветов здесь написано что в каждом карандаше 4 цвета очень красивый дизайн скорее всего они тоже достаточно твердые будем рисовать и такими тоже вот такие были у меня покупки я сейчас попробую достать грифель чтобы вам показать вот так вот он выглядит вот этот грифель который выпал но естественно что его туда легко наверно можно обратно затолкать даже если его закрутишь он видите теперь будет выпадать то есть очень может быть что так будет происходить со всеми карандашами поэтому вот такие грифельные я не советую но цвета вполне такие не дни сильно яркие но когда в раскраске вы все это зарисуете то в целом то будет рисунок неплохой такой пастельный все вот такие у меня были покупки в этот раз фикс прайсе надеюсь я была интересна полезна всем до новых встреч и всем пока